Все, дочь, мы поехали. Веди себя хорошо. Стартинейджер – это старейший конкурс непрофессиональных танцоров среди школьных команд Владивостока. Мероприятию уже более 20 лет. За эти годы показать свой небольшой опыт эффектных телодвижений решились тысячи подростков. В этот раз Стартин обновил систему конкурса, по которой до финала добрались только лучшие 13 команд со всего города. В прошлые годы у нас была подача заявок, затем был отборочный тур. И из отборочного тура мы отбирали 9 команд, с которыми готовили к финалу. В этом году мы дали возможность всем, кто хотел, принять участие в финале. Вот сегодня у нас 13 команд, но на самом деле на этапе подачи заявок было еще порядка 4-5 команд, которые интерес проявляли, но в итоге мы их пока не досчитались. Правила танцевального конкурса довольно просты. Лауреаты определяются по сумме баллов каждого этапа, среди которых визитка, импровизация и домашнее задание. Визитки команды короткой танцевальной, а порой даже более артистичной заготовкой приветствуют зрителей. В импровизации участникам приходится включать фантазию прямо на сцене. А вот в домашнем задании номер собирается из всего того, что школьники нарабатывали и придумывали последние полгода. Все участники – не профессионалы, которые танцуют примерно на одном уровне. Постоянных лидеров Стартина практически не бывает. Это все связано с тем, что выпускается класс 11, да, и школа немножко как бы теряет тот навык, тот опыт. Но есть школы, в основном школы лидируют те, где очень активно поддерживают заучи. Потому что без взрослых дети ругаются и распадаются. Но да, школы, я не буду, чтобы кого-то обидеть. Школы такие есть, это нас радует, мы с ними активно работаем. Подготовка к финалу была долгой и упорной. Школьники посещали лекции от именитых танцоров, практиковались в течение двух недель в летнем лагере Стартин Кэмп и просто целыми днями занимали учебные кабинеты с целью повторить тот или иной номер. Опыт же именно сценического выступления у всех оказался разный. Кто-то участвует в Стартине уже несколько лет подряд, а кто-то и вовсе затанцевал буквально за пару дней до конкурса. У нас есть стимул самовыражаться каждому, у каждого свой стиль танца. Например, я модерн, есть у нас девочки, которые танцуют хип-хоп, дэнс-холп. То есть человек показывает то, что он умеет. А я раньше не танцевал. Да, он танцует первый раз. А почему захотел в танце пойти? Мне сказали, хочешь, я говорю, ну да. Пробуйте себя в новинках. Я его вытащила. В целом Стартинейджер всегда проходит в таком же настроении, как, например, КВН. Команды-соперники за кулисами помогают друг другу, относятся к танцам позитивно и выступают больше для себя. Вместо, казалось бы, очевидного волнения, танцоры получают лишь огромную дозу драйва и радости. Мы уже второй год участвуем. И мне нравится, что второй раз уже получаешь больше драйва. Первый раз очень страшно. Мы тут спотыкались, у нас были разные косяки. Но уже сейчас мы справились, и мы чувствуем, что да, мы хотим работать с другими командами, с друг другом. И хотим работать в жюри. Ну, это, конечно, не искороносная история. Очень весело, очень, блин, не знаю, позитив. Очень ловим просто эмоции, фонтан. В 2013 году, когда первый раз счастлива, мы заняли гран-при. Это было очень круто. А в прошлом году немножечко подзвелись, и получилось всего пятое место. Но все сказали, что мы очень крутые, и что продолжайте обязательно. В результате по итогам финала главный приз и первое место достались команде Д9 из 79-й школы. Вторую строчку заняли ЮВИ из школы номер 23. Замкнули тройку лидеров танцоры команды АХА, представляющие 57-ю школу. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова